Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 какую-то вот эту хронологию, которую мы знаем историческую, и Суккот у нас в самом конце, и Шмине Ацерет, который связан с радостью Торы, он тоже следует после Суккота. Вроде бы непорядок, но давайте мы попробуем посмотреть на некоторую символику и на некоторый смысл вот этих вот праздников. Дело в том, что я уже говорил неоднократно, что рассматривать каждый праздник в отрыве от всего годичного цикла не имеет смысла, потому что мы очень многое теряем. А если мы посмотрим на эти праздники в контексте всего годичного цикла, то мы можем увидеть такую интересную закономерность. Значит, эта закономерность выглядит следующим образом. Песох, собственно, с него начинается годичный цикл праздников. Песох – это физическая свобода, которую получает Израиль. Дальше идет, мы сейчас будем говорить о ключевых праздниках, не вдаваясь в какие-то промежуточные моменты. Значит, Песох, потом идет 50 дней отчета Амера, потом Шавуот, дарование Торы, то есть получили свободу, получили принципы управления и жизни в соответствии с этой свободой. То есть я свободен, что же мне теперь делать? И вот Бог даровал Тору для того, чтобы Израиль знал, что ему делать, как ему жить, как ему строить государство в той земле, которую Бог дарует народу. Дальше идет два месяца без праздников. И это уподобляется нашей обычной повседневной жизни, в которой мы живем, в которой мы, к сожалению, погружаемся в суету. И очень часто, к сожалению, мы и согрешаем, и падаем, и забываем о Боге, и отворачиваемся от Него. Но после всего этого грядет суд. Но, как мы знаем, Отец наш милосердный, Он не судит, прежде не явив милость. И эта милость нам является в празднике Йом Труа, День памяти трубного звука, который нас встряхивает и напоминает о том, что у нас есть свобода, и у нас есть ответственность перед Всевышним, как мы распорядимся этой свободой. И мы должны в течение десяти дней привести свою жизнь в соответствии с требованиями Торы, в соответствии с замыслом Всевышнего. Далее, Йом Кипур – это суд. Это суд над грехами, которые мы совершили. Нужно понимать, что если мы от грехов своих отделили себя, и Бог производит суд над грехом, то мы при этом получаем отправдание. Если же мы от грехов себя не отделяем, то мы судим вместе с этим грехом. И поэтому нам же лучше исповедать все наши грехи и привести все в соответствии с замыслом Божьим для нашей жизни. И в результате Бог снимает с человека, снимает с Израиля грех, приносит свое очищение. И таким образом получается, что когда-то на Песах мы получили физическую свободу, здесь мы получаем духовную свободу. Ишуа говорил, «Делающий грех есть раб греха, и никто не может освободиться, если не освободит его Сын Человеческий». И речь идет именно о духовной свободе. То есть в Йом Кипур мы получаем духовную свободу. И получив прощение, получив очищение, пройдя вот этот вот жизненный путь определенный, естественно, в нас рождается вот эта радость спасения. И интересно, что вот Исайя 12 глава с 1 по 6 стих говорит, «И скажешь ты в тот день, «Благодарю тебя, Господи, за то, что хотя и гневался ты на меня, но гнев твой утихает, и ты утешаешь меня. Вот Бог спасение мое, я уповаю и не страшусь, ибо сила моя и песнь моя, Бог Господь, и Он был у меня во спасение, с радостью будет черпать воду из источников спасения. И скажете в тот день, «Благодарите Господа, призывайте Его имя, возвестите в народах о деяниях Его, напоминайте, что возвышено имя Его, славьте Господа, ибо великое сотворил Он, ведомо будет это по всей земле, ликуй и пой, жительница Сиона, ибо велик в среде твоей святой Исраэльев». И интересно, это пророчество, которое у нас, по этому стиху, по этим стихам, есть даже песня, «Май, май, 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 май», слышали, и там есть такие слова, «Ушав ты майем бессасон, мима и ней, гаешуа», и в радости будете черпать воду из источников спасения. Вот источники спасения, там «Майем гаешуа», то есть вода спасения, это вода жизни, то есть там буквально стоит имя Ишуа, то есть именно из Ишуа мы черпаем воду спасения. И то, с чего я начал сегодняшний комментарий, с того, что Ишуа именно в последний великий день праздника Суккот, то есть праздник Суккот заканчивается, значит, наступает Шмине Ацерет, то есть вот сегодняшний день, сегодняшний праздник, и он в храме провозглашает, что кто придет ко мне, тот может пить. И интересно, что книга Откровений также говорит, то есть смотрите, завершение годичного цикла, завершение цикла осенних праздников, то есть это как бы все в конце, все в финале книги Откровений, в самом конце тоже. 22 глава, 17 стих. «И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». То есть именно в Вишуа мы черпаем эту воду жизни. И получается, что праздник Шмине Ацерет, он восстанавливает нас в той полноте и в той свободе, которая была когда-то дарована на Песах, но которую мы утратили в своих суетных буднях. И Бог, снимая с нас поношение, Он нас восстанавливает во всех правах, как блудный сын, который вернулся и получил перстень, получил новую одежду, и был устроен пир в честь возвращения сына, который потерялся, который умер, но нашелся и ожил. И интересен еще такой момент. Значит, зима – это время дождей. То есть в Израиле после этих праздников начинается зима, это время дождей, потому что мы молимся, просим дождя, и Господь посылает дождь. И вот на перелома года в Шмине Ацерет мы просим Бога дать нам дождь. Благодаря дождю в мир приходит жизнь. Колос, который вырастает из зарытого в землю зерна, символ будущего воскрешения из мертвых. Об этом говорит еврейская традиция. Это удивительно. Ишуа говорит, что зерно, если оно не умрет, оно не может принести много плода. и то, что мы называем в принципе смертью, оно, собственно говоря, подобно тому, как вот нас, как зерно, умершее для себя, захоранивают землю, и когда придет вот этот вот последний дождь Духа Святого и оживит нас, оживит для того, чтобы мы уже жили для Бога. Тут есть еще одна интересная параллель, о которой говорит еврейская традиция. Значит, мы получили Тору в шавуот. Сейчас мы радуемся этой полученной Торе. Не слишком ли большая дистанция между тем, что получили и радоваться? Вот если кому-то из вас вдруг сегодня после служения кто-то подойдет, скажет, хочу подарить карточку банковскую, на ней миллион долларов. Сколько времени вам нужно будет, чтобы это осмыслить и возрадоваться этому? Ну, полгода? Ну, вы понимаете, Всевышний подарил Израилю Тору, а радость приходит через полгода. Странно. Так вот, есть этому объяснение. Дело в том, что мы в той же Тории в книге в послании к евреям видим, что дарована была Тора при очень страшных событиях. И написано, что Моисей даже сказал, я в страхе и в великом трепете. Народ Израиля настолько испугался всего этого, что сказал, Маше, ты иди, мы тут подождем, а потом ты нам расскажешь. То есть, понимаете, Тора была одарована, но радости от этого не было. Страх был. И интересно, что Бог похвалил за это народ, говорит, хорошо, что на народе страх Божий. Было бы это всегда, было бы это хорошо. Значит, и вот смотрите, что получается. Получаем свободу, получаем Тору, знаем, как жить по воле Всевышнего, но все равно осуетились, написано, все согрешили и лишены славы Божьей. Значит, приходит все-таки искупление, приходит снятие грехов через наше покаяние, приходит прощение этих грехов и приходит осознание. То есть, я вот когда-то покаялся, потом упал, а потом я понял, что Бог, собственно говоря, все равно меня простил благодаря тому, что я осознал, что лучше бы я был послушан тому, чем у меня учили, тому, что я читал в Писании, тому, что говорил мне Бог в моем сердце, понимаете? То есть, познание истины есть, но оно было какое-то теоретическое. Я пренебрег, я упал, я прошел через определенные проблемы, через определенные страдания, претерпел определенное наказание для того, чтобы прийти в состоянии сокрушенности, в состоянии раскаяния. я прихожу к своему Творцу, он в Йом-Кипур снимает с меня вот все вот это поношение, снимает с меня грех, снимает всю нечистоту, восстанавливает меня в правах сына, я радуюсь, я радуюсь, потому что теперь я точно знаю, что жить не по Торе не стоит, не то, что не стоит, оно просто не нужно. И я понимаю, что Тора действительно источник жизни, понимаете? И вот как вода, она для нас источник жизни и источник пропитания, потому что нет дождя, нет урожая, нет воды, нет еды, понимаете? Так вот, как мы в физическом смысле смотрим на дождь, о котором просим, точно так же мы смотрим на Тору и просим, чтобы Бог посылал нам Слово на каждый день, потому что, если помните, манна давалась на каждый день, и вчерашняя манна уже не годилась пищу, потому что она заванивалась и там заводились черви, понимаете? То есть, Бог дает нам Слово на каждый день, и вы знаете, на самом деле очень хорошо читать Слово Божие каждый день, очень хорошо Тору читать, не зря еврейские мудрецы разделили всю Тору на 54 главы по количеству недель в году, более того, эти главы разделены тоже на каждодневные отрывки, и можно читать, можно наслаждаться, можно получать массу удовольствия от этого. Я вам скажу, собственно, то, что я здесь делаю сейчас, начал я делать где-то 11 лет назад, и вот в течение 11 лет волей-неволей мне приходится периодически открывать недельные главы, готовиться, я вам скажу, когда я готовлюсь, я реально начинаю намного глубже понимать то, о чем говорит Ишоу со своими учениками, со своими соперниками, потому что они вели дискуссии, дебаты на какой-то платформе, и этой платформой было то слово, которое Бог подарил своему народу. Собственно говоря, в этот день мы не просто радуемся, но мы осознаем, что реально после прожитого определенного промежутка, где мы согрешали, падали, потом получали очищение и прощение грехов, и приходила вот эта радость, к страху Божьему прибавляется любовь к Богу. И я вам скажу, что когда мы воскреснем из мертвых, то вот тогда реально наши сердца будут наполнены любовью к Богу. Сейчас я так, ну, я за себя буду говорить, не всегда я ощущаю эту любовь, хотя я понимаю во многом, что это решение, что это договор, что это последовательность в определенном образе жизни, значит, но сказать, что я так вот, с радостью всегда делаю, бывает просыпаешься и не хочется ни читать, ни молиться, ничего, хочется просто вот, может, даже обратно заснуть и все. Тут я просто вспоминаю, что я раб Божий, я должен что-то делать, но бывает такое, что я просыпаюсь, как сын Божий, я делаю это с радостью. Так вот, когда мы воскреснем, мы реально будем иметь вот эту радость, потому что мы уже реально умрем для себя, и по жизни нас уже будет вести не только страх Божий, но любовь к Богу в первую очередь. И вот еврейские мудрецы говорят, что не может человек стать на ступень любви к Всевышнему, если он прежде не встал на ступень страха пред Всевышним. И, соответственно, если у человека нету страха, нет любви, нет любви, нет страха. Потому что, по большому счету, это два очень важных аспекта, которые необходимы нами, которые должны дополнять друг друга. Нет одного, нет другого. Мы должны бояться Бога, и мы должны любить Его. И вот Бог, проводя нас через эту жизнь, которую мы живем на этой земле, как вот через цикл праздников Господних, которые Он заповедал, значит, Он нас готовит к тому, чтобы мы вошли в вечность реально полноценными. Полноценный это тот, за кого заплачена полная цена. Для того, чтобы осознать объем этой цены, нам необходимо изучать Слово Божие, потому что Слово Божие это, ну, знаете, еще говорят закон Божий, если на это посмотреть именно как на закон, то царь, когда издает законы, он не станет издавать законы, которые противоречат его взглядам на жизнь, которые противоречат его характеру, его внутреннему естеству, понимаете? А значит, изучая законы, можно узнавать очень многое о царе. И поэтому, когда мы изучаем Писание, мы познаем нашего Творца. Я желаю всем радоваться, что у нас есть это Слово, которое открывает нам этого Творца. У нас есть Дух Святой, который помогает нам понять это Слово и реализовать в жизни должным образом, чтобы это было не просто теорией в нашей жизни, но чтобы это было практикой, которая приведет к нам в вечность, где мы встретимся лицом к лицу Сишуа, и нам не будет стыдно смотреть ему в глаза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok